здравствуйте друзья добрый вечер хотя еще светло вопрос здравствуйте михаил у меня к вам вопрос и думаю он вам покажется несколько наивным как вы думаете стоит ли верить человеку и ждать от него перемен в жизни если он работая в данный момент на мизерную зарплату сис админом в банке и это имея жену и ребенка и плюс ко всему принимая финансовую помощь от своей матери упустил реальную возможность поехать на работу по специальности в чехию три года назад и буквально год назад в америку то-то ему то-то ему не так и это ему не так при этом он же играет батарею green card на протяжении нескольких лет и говорит что хотел бы уехать до время идет ему уже под 40 боже мой я уверена что это лапша на уши но дочь все еще тешит себя надеждами и ждет хоть и нервничает были конфликты на этой почве чуть до развода не дошло а мы не знаем как ей объяснить что не стоит зря терять время на эти ожидания дочери 30 и надо действовать самой пожалуйста хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу заранее благодарю вот какие бывают интересные ситуации ну давайте поговорим мы понимаем что мама девушки женщины молодой переживает за свою дочь за внука внучку не знаю там мальчик девочка чем она переживает за жили за судьбу своей дочери волнуется ну вот мы в ее изложении слышим эту историю мы не слышим версию дочери мы не слышим версию мужа но вот как есть значит давайте будем с этим работать значит что мы можем сказать парню этому туфли не жмут понимаете то есть ему не приспичило у него нет такого как сказать вот не могу больше ни одного дня тут оставаться ему комфортно да он берет деньги у собственной мамы ему на жизнь не хватает он не зарабатывает много он он берет у мамы но ему не он нормально он не не то чтобы там как-то вот мама его не попрекает сам он тоже вроде нормально видимо он хороший специалист потому что его приглашают в чехию его приглашают соединенные штаты есть какие-то возможности то есть наверно он еще как бы довольно грамотный профессионально то есть казалось бы ну поменял бы работу ушел бы из банка пошел бы куда-нибудь еще где может быть больше платят тем более едешь ты куда-то или не едешь но жена у тебя уже есть ребенок у тебя уже есть и мама может быть не но неизвестно как долго еще мама сможет как-то помогать потому что я так понимаю что если ему под 40 то маме то уже ну минимум там скажем лет под 60 до минимум под 60 то есть мам вообще пенсионного возраста значит я не знаю конечно вот но это говорит о том что человек такой как живет какой-то своей жизни он в своем каком-то мире и он не столько имеет дело с реальностью вот жена это когда бы реальность вот для нас с вами жена реальность ребенок реальность там что-то такое а он в каком-то своем мире у него там своя какая-то реальность и но всегда таким был он не то что он стал таким то есть вот дочь ваша до за него вышла замуж полюбила вот таким как он есть и он всегда таким был но много есть таких людей знаете вот такого плана как этот парень их много таких они хорошие то есть они добросовестно работают они хорошие специалисты но не 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 у не могут они вот там лавировать там где побольше денежки или там куда-то сняться с места куда-то рисково там сорваться понимаете они такие осторожные они говорят лучше там синица в руках чем журабль в небе это очень такой тип типовой персонаж массовый это не не то что какой-то там вот достался девочки там какой-то странный человек нет ничего в нем странного нет таких очень очень много значит он с одной стороны вроде бы даже играет батарею green card почему но ему хочется чего-то но ему хочется так как-то вот чтобы как-то не рисковать вот может быть сильно знаете вот чтобы как-то так приехать и как-то вот так знаете вот чтобы сразу было разрешение на работу мы еще не знаем что у него с английским потому что если он выиграет green card то может быть он скажет а у меня английского нет а я работаю на устаревшим каком-то там чем-нибудь вот и мои навыки там абсолютно не не будут востребованы это что же можно это же сколько есть народу которые выиграли в лотерею и не поехали никуда а есть полно таких которые и выиграли и поехали побыли там две недели а то и три месяца и вернулись у меня вот тут случай был интересный на днях забрали green card на днях вот пару дней назад которая пришла ко мне в офис в я боюсь собрать в мае 14 года ровно два года назад пришла в офис green card человек там собирался к нам ехать и говорит вот там можно green card и ну давай адрес дать да значит дали адрес и и значит а дальше он поехал не к нам когда до дела дошло а поехал куда-то в сиэтл там какие-то друзья побыл там пару недель потом вернулся обратно там откуда он приехал и я думаю что он до сих пор там вот уже там пару лет прошло я думаю что все еще там и значит а green card это у меня вот тут лежала и он я говорю сначала давай период перешлите мне там куда-то ягу мы не пересылаем тем более green card это серьезная вещь и договаривались так приди забери ну кончилось тем что вот пришел какой-то ну пришел человек пару дней назад забрал green card и а человек собирается ехать в те края значит вот значит короче пришел человек забрать green card где-то он там нашел кого-то я не знаю я даже думаю что его наверное в страну уже не впустят так такое у меня ощущение то есть или может быть впустят но тут же отправят его кейс там на депортацию там или что такое такие случаи тоже часто бывают зависимости от того как долго он отсутствовал но если чек два года не воспользовался своей green card и ни разу в общем такая история и я к чему говорю и такие есть сколько хочешь поэтому мы не знаем насколько он снимется с места даже если у него будет green card даже если ему гражданство дадут с первого дня и работу в гугле понимаете может оказаться что он не готов к этой работе это будет слишком стрессово для него вот и но и так далее то есть как бы этот тип человека он не предсказуем так вот на на сто процентов то есть может быть где-то он подвинется может быть и не подвинется а может быть чего но мы смотрим со стороны значит теща да тоже смотрит со стороны и существо это дочь вот жена его они вроде бы там скандалили то хочу ты не доходила до развода ну так может быть это больше фигурально но но все-таки то есть они на этой почве имели иначе какие-то буйбу бурные обсуждения и явно дочь хочет но вопрос в чём какой ценой она готова понимаете готова ли она за вот это вот заплатить такую цену как например развестись с мужем фактически лишить ребенка отца который может быть даже очень любит своего ребенка может быть ребенок очень любит свою папу понимаете мы этого не знаем это все отсутствует в разговоре но готовы ли жена заплатить эту цену там случае дочь тогда мы мы этого ничего не знаем в В принципе, если... Да, я извиняюсь, я немножко назад возвращусь. Вопрос ставится так. Стоит ли верить человеку и ждать от него перемен в жизни, если он... И там дальше идет перечисление. Стоит ли верить, что он хочет перемен, готов к переменам и сделает что-то, чтобы перемены произошли? Будьте реалистами. Он не станет ничего делать. Он находится в зоне комфорта, из которой вы норовите его выдернуть. Он абсолютно в зоне комфорта. Он самодостаточный. У него все хорошо. Понимаете? Все хорошо. Поэтому рассчитывать на него. Можно ли на него рассчитывать? Не надо говорить верить. Можно ли на него рассчитывать? Что даже выиграв грин карту, что почти невероятно. И мы еще даже не знаем, сколько лет там она разыгрываться будет. Это отдельная история. Но даже выиграв грин карту, можем ли мы рассчитывать реалистично, что он таки поедет? Я думаю, нет. Ну вот так, если... Это должны быть какие-то сверхъестественные обстоятельства. Например, он потерял работу. Там, допустим. Или ему там дело какое-нибудь шьют. Там, я не знаю, какая-то там, не дай бог, гражданская война, погромы. Там, сисадминов бьют. Понимаете? Ну, я не знаю, что такое должно случиться. Сисадмины виноваты во всех бедах. Значит, и так далее. Ну, может быть. Ну, это как бы... Какой шанс-то на это? Значит, нет. Я не думаю, что вы можете на него полагаться. В этой ситуации, значит, надо вот какие-то реалии на себя примерять. Значит, вы говорите, ну, дочери, дайте ей послушать там мой разговор. Я не... Еще раз, со всеми оговорками там и так далее. Значит, если ваша дочь говорит, я понимаю, что рассчитывать на него мы не можем. Я понимаю, что для меня это так важно, что я... Если я не могу на него рассчитывать, значит, я должна брать на себя. Потому что мама-то ей говорит, да, так я понимаю. Мы не знаем, как ей объяснить. Мы не знаем, как ей объяснить, что не стоит зря терять время на эти ожидания дочери 30. Действовать самой. То есть, смотрите, что получается. Родители, девочки говорят, не ожидай от него ничего. Действуй сама. Он никогда с места не сдвинется. Да, вот фактически так вопрос стоит. Они-то ей говорят, давай сама. А дочь говорит, ну вот, подождем, вот он там тот. Она как-то ждет от него чего-то. Или она от него ждет, или она точно так же, как и он, не сильно рвется в бой. Что тоже вариант. Если бы она, таки да, сильно рвалась в бой. Ну, там, правда, говорят, что они вроде ругались. И там как-то вот чуть ли не до развода доходило. Я не знаю. Но она от него ждет. Видимо, цена, которую надо заплатить для того, чтобы перейти на самостоятельные действия, слишком высокая. Ей не хочется платить эту цену. Я понимаю, там ребенок. Вы что? Ничего себе. Шутки. Вот. Поэтому. И видно, он совсем не такой плохой муж, чтобы вот так вот взять и с ним расстаться так легко. Походя. Понимаете? Вообще, женщине с мужем, отцом ребенка расстаться, походя, это как вообще? То есть, я не знаю, тем более, ей же уже там не 18 лет, ей все-таки 30. То есть, она как-то уже немножко соображает и какой-то житейский опыт имеет. Поэтому, возможно, возможно, что нету той критической массы конфликта, расхождения вот в планах жизненных, нету той критической массы, которая заставила бы ее действовать в одиночку. Кроме того, действие в одиночку, значит, опять, что получается? Как ей действовать в одиночку? Значит, она должна была бы, ну, сказать себе, хорошо, я поеду. Как поеду? Ну, не лотерея. Понятно, лотерея, они и так играют, это не вопрос. А как? Ну, хорошо, там политическое убежище. Ладно. Она едет по туристической визе, подает на политическое убежище. Замечательно. Значит, дальше чего? С этим делом чего? А у нее ребенок. Так она что, с ребенком едет и там вдвоем с ним, значит, подает там и все такое? И, конечно, они всегда могут потом мужа подключить. В тот момент, когда они приехали там через полгода там с копейкой, у них будет разрешение на работу. И, собственно, и муж может подъехать там за месячишко, тоже его включат в это дело, у него будет разрешение на работу, так надо визу заранее получить. Но не факт, что его так устроят. Понимаете? Не факт, что его устроят иметь разрешение на работу и мало ли что, мало ли чего, мало ли как, мало ли где. Понимаете? Это тоже не факт. Хотя, может быть, для него это было бы самым легким вариантом. В том смысле, что, ну, как бы почва подготовлена по максимуму, понимаете? По максимуму, ну, из возможного. Не идеально, но максимально возможным. Может быть, она поехала бы вперед, я не знаю, какого возраста ребенок. Может быть, бабушка там с папой занялись бы ребенком, пока мама махнула бы, пока без ребенка. Там устроилась бы, подала бы на политику. Через полгода подъехал бы папа с ребенком. Например, опять, если они могут договориться, если они в состоянии, если вот дочь ее готова на такие подвиги. А каково матери ребенка оставить там? Даже на полгода, я не знаю. А возможно, осложнение. А что, если их на границе развернут? А она в подаче. И это где-то там вылезет. Даже если у них была виза. А ты иди сначала, получи визу. Да на всех сразу. Ну, то есть, начинается там, пошло-поехало. Поэтому, если они уже готовы к каким-то таким действиям, ну, берем на себя, да, вот дочь берет на себя. Значит, она должна быть готова к каким-то очень экстремальным действиям. Вот у нас тут есть женщина одна, приехала лет пять назад из Москвы. Подавала на политику. И у нее не вышло сразу. Она так подавала. Потом ей офицер отказал. Потом пошли в суд. В суде ей не отказали, но ей сказали, там, представьте дополнительные какие-то там материалы. И она собирала эти материалы. И, в общем, тогда не было такой большой очереди, как сейчас. Тогда было намного проще все. Намного. То есть, она попала к офицеру там через три недели от момента, как подала документы. Она полгода просидела, чтобы виза закончилась. То есть, подали, значит, это самое, на политику. Через три недели был офицер. И офицер вот ее отфутболил. И дальше, значит, вот был суд. Потом как бы дополнительно, дополнительно, дополнительно. Она три года не видела своего ребенка. Ну, хорошо, там ей было уже, не знаю, лет там, семь-восемь, они в скайпе каждый день, там, и так далее. Но бабушка, бабушка ребенку, который остался у бабушки, говорил, ты уже маму свою никогда не увидишь, она никогда за тобой не приедет. Там вот до такого доходило. Поэтому достаточно драматическое развитие. Что тут скажешь-то? Видите, какой я пробки тут торчу. Надо же вот так. Пять часов дня, друзья. Пять часов дня, улица Элкамина, Реал. Да, не дают проехать человеку. Значит, я пытаюсь к маме сейчас, да? Я, с одной стороны, пытаюсь вести разговор, чтобы нашим слушателям было интересно. С другой стороны, я очень сочувствую и сопереживаю. И сочувствую, и сопереживаю. Когда мама переживает, мама у нее девочка, и так вот у нее там не складывается, там, и так далее. Вот. Я даже, знаете, хочу сказать, мама, уже давайте вы поехали. Пусть ей будет стыдно, она поедет за вами. Там, получите гражданство, их все привезете потом. Ну, я уже так, я шучу. Но вы подумайте, кстати. Вот мама-то тоже, наверное. Ну, что девочке 30 лет, так еще и мама молодая совсем. Так вот, что я хочу сказать. Я серьезно, кстати, маме говорю. Что я хочу сказать. Понимаете, вопрос, который мама задает, он такой, мне кажется, больше риторическим. Потому что она говорит, можно ли верить, можно ли верить человеку. При том, что мы понимаем, что мама и не верит. А верит дочь. Или, может быть, дочь не столько верит, сколько у нее отмазка такая, чтобы не обострять, не оказаться разведенной. Ну, вот это вот все тоже. Кроме того, мы понимаем, что, в принципе, отец, если уж так на принцип пойти, так отец может принципиально помешать матери. Там, вывести ребенка за границу и так далее, если до этого дойдет. Вот, в общем. Еще маме сказать. Оставьте им, пусть они сами решают. Честно. Оставьте им, не вмешивайтесь. Потому что вы просто дочь свою, как бы, растревожите лишний раз, там, растеребенькаете. Потому что она сама переживает. Она сама переживает. И она сама понимает, что тут что-то. И вот так она на распутье. Поэтому не трогайте ее. Пусть у нее решение созреет. Пусть она знает, что ее решение, это ее решение. А не то, что ей кто-то навязал. Там, мама, которая нас любит, там, ее и все такое. Но часто любящие люди нам что-то такое из лучших чувств навязывают, не наши. Поэтому дайте ей, дайте ей самой. Вот. 30 лет, в конце концов, не, не знаю, там, не 56, понимаете. Вот. У нее еще много-много впереди всякого. И, ну, пусть, пусть сама определится. Ничего страшного тут нет. Ну, еще год, ну, еще два. Ничего страшного. Пусть язык английский учат. Пусть там, может, если там с профессией что-нибудь такое, с ходовой. Пусть вот в этой части поработает. А так, в общем-то, все нормально. Вот. Нет такой критичности уже такой, прямо, знаете, как вот там. Или сейчас, или никогда. Вот. При том, при всем, что, может быть, действительно и у мужа ее что-то в жизни такое произойдет. Вот, знаете, что вдруг вот стрельнет, знаете, как вот, вот все бывает. Я не знаю. Вот. Поэтому мне это слегка отдаленно напоминает нашу со Светланой историю. Потому что я, например, не хотел никуда ехать. А Света там насмерть. И она говорит, если ты не поехал, я поеду одна. Говорит она. Ну, куда же я один-то останусь без Света? И вы что? Вот. Ему я так за ней, значит, засеменил там. Вот. Поэтому, может быть, тоже вот ему что-то такого не хватает. Но Света-то была одержимая, понимаете? А ваша дочь, может быть, не очень. Хотя, с другой стороны, может быть, я гораздо мягче и там, как бы сказать, податливее, чем, допустим, вот, СИСАДМИН. СИСАДМИНы вообще уперты. Многие. Так вот, общая такая идея СИСАДМИНа, что упертый должен быть человек такой. Вот. Ну, не знаю. Разные, конечно, бывают. Хотя в основном, вот, кого я знаю, упертые. Значит, маме мы скажем вот чего. Не берите к сердцу близко. Так? Ну, в смысле, трудно сказать, не берите к сердцу близко жизнь ребенка. Но, во всяком случае, отпустите немного. Знаете, не давайте туда столько энергии, столько внимания. Оно само рассосется, само выстрелит и само все произойдет. Вот я так думаю. Просто дайте ему самому произойти. Вот. Не вешайте на него лишнего. Извне. Ну, и так вот. А если сами надумаете, то вы подумайте. Вы подумайте. Я вот не слышу, мама не говорит, а почему она не хочет? Сама вот с ним. Взяла бы, сама снялась тоже. Вот. У нас первыми уехали, знаете, кто? У нас первыми, первой уехала сестра Светланы. Через год после этого уехали ее родители. Светланы же, родители. И там был тернистый путь. Они год просидели в Италии. Им там отказались сначала в статусе беженца. Потом они переподавали. Там и так далее. Они целый год в Италии жили. Хотя там должно было быть несколько месяцев. В общем, там будь здоров. И вот в итоге они уже все были тут. Ну, и уже там мы подтянулись. Так что я к чему говорю. Да, и родители вот Светины, они уже были пенсионеры. Так, по-серьезному. Лет 70, наверное, там был. И они сказали оба, мы жизнь прожили. Мы не видели ничего в своей жизни, кроме работы коммунистов. И все такое. И в конце концов уже помирать, так мы поедем куда-то еще. Вот они снились за три дня. За три дня они снились. Они пошли в кассу билеты брать. И это отдельная история. Я могу рассказать, как это все происходило. Вам как детектив будет. Сейчас, неужели такое может быть еще в природе такое. Но неважно. В какой-то момент уже пришло к тому, что нужно билеты брать. Они пришли в кассу. Им говорят, вот есть там через полгода. Они говорят, да нет, нам бы пораньше. Им говорят, ну вот через полгода есть, а сейчас нет. Они говорят, ну пораньше. Они говорят, ну вот есть через три дня. Они говорят, берем. За три дня собрали все свои шмотки, упаковали эти тюки, которые нельзя было взять с собой, чтобы мы им потом отправляли их по почте. Я просто что рассказываю, что когда у человека, знаете, такое настроение подъемное, снялись, поехали. У них, правда, уже была старшая дочь в Сан-Франциско. То есть немножко проще. Они не ехали вообще на улицу, они ехали к старшей дочке. Вот. Так что много-много историй. Миллионы же людей этим путем прошли. И, как бы, каждый из нас пишет новую страничку в этой книге, как назвать-то, не знаю, в этом Евангелии, можно сказать. Да, в нерелигиозном смысле. Так, как бы, да. Свидетельские показания по делу об эмиграции. И у каждого своя история, своя страничка. Каждый мог бы какой-то блог свой, если бы силы были, желания, настроения и так далее. Так что, в общем, маме, маме самое лучшее пожелание. И все будет хорошо. Вот, вот правда. Вот поэтому, так вот, я хочу немножко ее успокоить. И я понимаю, что она немножко там на взводе, нервничает и все такое. Все будет отлично. Счастливо. Счастливо.